Суд уже начался, слушание проходит в Печерском райсуде столицы. Там присутствует и моя коллега Алла Матюшок, и она на прямой связи со студией. Алла, приветствую, мы тебя внимательно слушаем. Какие самые последние новости? Добрый вечер, Алексей. Заседание Печерского райсуда столицы по делу экс-ген-консула Грузии Тимура Нишнианидзе, а также руководителя благотворительного фонда на благо Одессы, должно было начаться еще полчаса назад, но до сих пор так и не началось. Все ожидают приезда судьи. Хочу сказать, что поддержать Нишнианидзе специально приехали участники АТО из Черноморска, которым он помогал, а также представители других общественных организаций. Этим вечером ему должны избрать меру пресечения. Генпрокуратура требует 60 суток ареста или 10 миллионов гривен залога. Сам Нишнианидзе сказал, что таких денег ни у него, ни у его друзей нет, так что залога не будет, а само дело назвал политическим заказом. Пока я дела не читал, потому что я, к сожалению, очень плохо ладил украинским языком. Мои адвокаты и ознакомились с клопотанием прокуратуры, которая требует 10 миллионов заставы или же 60 дней содержания под стражей. Вы говорите, что растратие денег государственных? Отмывание денег, фонда? Государственных денег в фонде на благодеси не было и бить не могло. Ну а пока что мы остаемся здесь, следить за развитием событий, чтобы позже рассказать вам о результатах заседания. Алексей? Спасибо, коллега. С нами на связи из Печерского райсуда столицы была Алла Матюшок. В этом суде сегодня могут избрать меру пресечения Теймуразу Нишнианидзе, экс-генконсулу Грузии, а ныне руководителю благотворительного фонда на благо Одессы.